В эфире Вести Алтай Агробизнес. Здравствуйте, в студии Дмитрий Клишин с новостями агропромышленной сферы нашего региона. Пенсии, налоги и льготы. Что поменялось в аграрном секторе этой осенью? Даже в глубинке все должно быть по закону. Зачем компаниям из офшоров нужен Смоленский район? Темпы решают все. Как в крае проходит уборочная страда? Новая резервная валюта. На что жители края готовы обменять новенький автомобиль? А теперь обо всем этом более подробно. Сначала Госдума приняла в окончательном чтении, а накануне Совет Федерации одобрил законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в России. Президент страны Владимир Путин рассказал, как это отразится на жителях села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года. Считаю принципиальным сохранить на переходный период до завершения преобразования в пенсионной системе все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю. То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Как раз в эти дни жители края получают извещение об уплате земельного налога. Оплатить его необходимо до 3 декабря. И в этом году пенсионеров по возрасту освободили от платежей за землю. Замечу, льгота распространяется только на один участок, не более 6 соток. В этом году, мы помним, по поручению президента страны была введена льгота на 6 соток, так называемый. Соответственно, у нас количество льготников выросло почти в 5 раз. Значит, и составило на сегодня 288 тысяч. А всего мы налог исчисляли 844 тысячам граждан Алтайского края. И сумму, которую мы мобилизовали или исчислили, составило 794 миллиона рублей. И она уменьшилась на 15 процентов в силу того, как я уже сказал, что была использована при расчете льгота. Налогоплательщики и землевладельцы написали коллективное обращение в Следственный комитет с просьбой провести доскональную проверку в поселке Гришинский. Собственники земельных паёв всерьез опасаются из-за междоусобной вражды арендаторов. Урожай на полях может остаться неубранным, а владельцы земли потеряют положенные им выплаты. Накал страстей и взрыв эмоций в закрытом помещении – это не фильм режиссёра Михалкова по мотивам драмы «12 разгневанных мужчин». Это реальная жизнь. В школьном спортзале лицом к лицу сошлись владельцы земельных паёв и арендаторы. Тот, кто на этой земле сеял до 2015 года Владимир Бондаренко, то посеял в этом сезоне Александр Босяк и арендатор у арендатора Бондаренко Сергей Алтапкин. Так, ну мне микрофон не нужен, я здесь 25 лет отработал. Дети все слышали. Когда вы отдавали в аренду мерток вот этому человеку, на что вы рассчитывали в деревне? Он занимается закупкой зерна, собирался перерабатывать там зерно. Те бы люди самые, они бы работали. А какая разница? Те же самые бы люди работали. Сергей Алтапкин, житель Барнаула, осеял на этих паевых землях и теперь планирует убрать урожай арендатор Александр Босяк. Я бы сам юридическими способами рад был бы этот вопрос решить. Или экономическими способами. Предлагали людям 300 тысяч рублей, просто дайте нам убраться спокойно. Людям мало. Если сюда приехал что-то, так ты возьми бульдозер, завали эти склады, если они свои или не твои. А подождите, подождите. Да, ну я уже понял, что склады-то все-таки его. Нет. Не кто-то был в совхозах. Начальнику сельхозуправления района Сергею Момонту приходится не раз выходить в центр зала, чтобы снизить накал страстей. Совсем как в фильме «12». Однако полномочия участников схода совсем другие. Собрание, которое сегодня происходит, мы не суд присяжных. Я не судья, я не эксперт. И вы также. Правомерные они, неправомерные. Мы с вами здесь не разберемся. Тогда пайщики решают просить Следственный комитет провести в Гришинском доскональную проверку и получают на это согласие всех участников земельного конфликта. Напишите, пишите. Пусть разбираются. Вы, кто не боитесь. Пока пайщики ставят свои подписи под коллективным обращением, на их полях зреет, дожидая своего часа, надежда на будущее и на справедливую оплату за землю от арендаторов. Какие нарастили семечки. Все крупные, хорошие семечки. Будет урожай, будет все. Напомню подробности ярового сева в этом хозяйстве. Противодействие полевым работам, вредительство, рукоприкладство. Все причины в документах. По бумагам это участок пашни и набор стройматериалов. В реальности подключенный к электричеству мехток со складом и гаражами. Не поставленный на налоговый учет. А также договоры аренды с землевладельцами. Предыдущие годы они были составлены так, что собственники фактически уступали свои права. Не получали справедливой оплаты за землю и даже не могли расторгнуть невыгодную для них сделку. Я предупреждаю здесь или задумайтесь над тем. У вас должны быть документы аренды на свою земельную долю. В противном случае вы не найдете концов. Никто вам не заплатит. Работники бывшего Леневского племзавода тоже ищут деньги. Некогда образцово-показательное предприятие стало местом регистрации целого ряда фирм с учредителями в офшорных зонах. Так что выплата долгов по зарплате работникам стала заботой полиции, прокуратуры и судебных приставов. Утро на этой ферме начинается с голодного стона. Молочное стадо сквозь дыры в ржавых кормушках щиплет убитый морозом бурьян. Он не кормит ладом. Не хватает у них корма, не хватает у них солярки, чтобы привезти. 115 причин находят. Чего кормить-то? Полей-то нету. Еще есть там бурьян остался, который год уже стоит. Не обрабатывали с поля. Ну а зерно убираете? Пока-то зерно-то не знаем, что откуда. Непонятно. Это вообще не наше. Молоко тоже вывозят непонятно куда. Техника-то вообще не наша. Как не ваше? Ну так же у нас пригонят, угонят, пригонят, угонят. Ну мы один раз объявляли забастовку. После этого дня через два или три нам выплатили по 10 тысяч каждому. Ну нам забастовку делать, если не дают, вообще буренки сбавят молоко. Вы не ослышались. Работники хозяйства тоже на голодном пайке зарплату за свой труд не получают. Нам давали в мае по 5 тысяч. Два раза по 5. И вот перед школой. Кому 3 тысячи, кому 5, кому 10, кому 8. Оставаясь на одной и той же ферме, Наталья за несколько лет сменила уже три места работы. Я была управляющим или как заведующим племзаводом. Это ОАО «Леневский племзавод». Потом мы перешли в начало. Это свиноводческая ферма. Ферма у нас в конце ноября ликвидировалась, предприятие закрылось. Вывески меняются, меняются руководители. А мы одни и те же оставались. И остались мы должны. Весной коллектив подписал договор с ООО «Алтайские Нивы». В него перешли земли, животные, техника и другое имущество. Все. Кроме долгов по зарплате. Мы писали в Министерство труда и социальной политики в город Москву, в администрацию президента, в прокуратуру Алтайского края, в прокуратуру Смоленского района. Работники пишут жалобы. В это время в прокуратуре рисуют схемы. Генеральный директор Алтайских Нив Ибрагим Ашаев. 10 тысяч рублей в уставной фонд пополам внесли учредители. ООО «Фаворит» из села Краснояры Троицкого района. Причем именно к ней со стороны обанкроченного накануне начала был привявлен иск на 36 миллионов рублей, якобы за аренду техники. Вторая компания из подмосковного Ногинска – частная служба вагонного хозяйства, созданная фирмой, зарегистрированной на британских Виргинских островах. Выходит, ее интересы простираются до Смоленского района. Относительно ООО «Начала» скажу вам, что в настоящее время прокуратура района направлена в суд 213 заявления о выдаче судебных приказов по задолженности по зарплате на общую сумму порядка 9 миллионов рублей. Судебные приставы изымают в алтайских Нивах молоко и скошенный ячмень для покрытия долгов по зарплате ликвидированной фирмы «Начала». Между тем трудовой коллектив говорит о новой смене вывески. Почему хозяйство сейчас? Мы без конца переделываем. У нас то алтайские Нивы, то «Начало», то теперь какой-то тренд. Они берут с долгами нас. Почему не рассчитываются с людьми по заработной плате? Мы уже не алтайские Нивы. Мы это узнаем где-то от кого-то. Как бы это вообще монсинь. Я хочу, чтобы не создалось впечатление, что никто не знает об этой ситуации и мы как бы бездействуем. Материалы полномасштабной общенадзорной проверки в этом хозяйстве прокуратура направила в Государственную инспекцию труда и в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Генерального директора Ибрагима Ашаева вызвали из Москвы в Смоленский район для дачи показаний. Между тем, аграриям края сейчас совсем не до этого. Агробизнес Алтая работает над пятым миллионом урожаев. В краевых закромах уже есть 4 миллиона 200 тысяч тонн зерна. Погода все еще позволяет хлеборобам края держать максимально возможные темпы работы до 5% урожая в день. Благодаря этому хлеборобам удалось не только наверстать отставание в две недели в начале уборки, но и победить самих себя образца 2017 года. Прошлой осенью в это же время зерна с алтайских полей было убрано на 7% меньше. По оперативным данным Минсельхоза региона в край обмолотили 83% зерновых и зернобобовых. По этому показателю Алтай находится на первом месте в Сибири. Красноярский край, который до недавнего времени опережал наш регион, находится на уровне 78%. Показатели Омской области, где на время жатвы ввели режим ЧАЭС, ниже по всем параметрам. Но даже они опережают Новосибирскую область, с которой смогли убрать 57% урожая. В Алтайском крае полностью завершена уборка озимых культур. В хозяйствах выкопано 72% сахарной свеклы. По мере созревания молотят сою, ее убрано 59% и приступают к уборке подсолнечника. Ведущая тройка краевого рейтинга – Кулундинский, Советский и Ключевский районы. Еще 21 территория из 60 районов имеет процент уборки выше среднего по краю. В хвосте краевой таблицы – Бурлинский, Панкрушихинский и Крутихинский районы. Но и они за последние дни резко сократили отставание. О росте производительности на уборке говорит и такой факт. Чтобы получить второй миллион тонн зерна, алтайским аграриям понадобилось 18 суток. Путь от второго до третьего миллиона они преодолели всего за 8 дней. А четвертый миллион получили всего за неделю, обмолотив в целом около 2 миллионов 700 тысяч гектаров. В личном первенстве краевого трудового соревнования на первое место с третьей позиции стремительно вырвался многократный победитель краевого первенства Максим Крузы. Его намолот на полях хозяйства Октябрьское выше 49 тысяч центнеров зерна. На второе место опустился Виталий Васин из Косихинского района. Он работает в хозяйстве Майское вместе с отцом и родным дядей. Все трое механизаторы неоднократно становились лучшими в районе и в крае. Его результат – 45 тысяч 860 центнеров. И на третьей позиции еще один труженик Октябрьского – Сергей Орлов с намолотом 44 тысячи 110 центнеров зерна. Совсем не зря труд механизатора сравнивают с мастерством Белошвейки. Наш корреспондент Игорь Рославцев побывал в Черышском районе, где сейчас молотят самый высокогорный урожай. Вот так выглядит одеяло в технике пэтчворк, сшитое из разных лоскутов. А вот так со спутника выглядит Черышский район. Под колесами комбайнов одни склоны и крутые повороты. Механизатор Александр Белозерских сравнивает обмолот с участием в ралли-рейде. По-всякому бывает. И по кочкам, и по ямам. Везде. По-разному. Но это труднее? Конечно, трудно. Путель и Ча – это практически единственное крупное хозяйство района. Здесь выращивают рапс, пшеницу, гречиху. В прошлом году попробовали чечевицу. Главный принцип – выбрать неровную местность, а плодородную почву. Поэтому все на холмах. Из раннего снега до 30% урожая зимует на корню. Остатки убирают только весной. Так оно и есть. Неровном потерь нет. А вот на этих, на холмах там уже идут потери всяко умудряющиеся. Но в зависимости от каждого поля. От рельефа, да. Все по-разному. Сейчас в самом разгаре уборочная кампания до урожайности ведущих районов пока далековато. Но и на сегодняшний день результаты неплохие. Порядка 18-20 центнеров с гектара. В следующем году собираются посеять кукурузу. В общем, осваивают землю и лоскут за лоскутом. Шьют свое одеяло. В крае исследовали качество зерна нового урожая. В целом оно оказалось неплохим. Однако повышенная влажность и недостаток солнца все же сказались на количестве клейковины. В этот раз фирменная алтайская пшеница третьего класса, которая всегда считалась улучшителем хлебопекарной муки, крайне мало. Если прошлый год у нас было свыше 57-56% третий класс, то в этом году на уровне 32-33-37, то есть зависимости, даже те территории, которые всегда формировали качество зерна, или качество муки, это степная часть Алтайского края, в этом году с обиденными осадками в июне и в июле, то есть качество зерна того не будет. Зато подсолнечник в этом году в крае лучше прошлогоднего. И в целом урожай масличных культур в Алтайском крае выше уровня прошлого года. Хотя Минсельхоз страны уже списал более 330 тысяч гектаров сои, подсолнечника и рапса из-за сильной засухи на юге страны. Значит, алтайские семечки снова будут в цене. До сих пор на юге края можно было встретить вот такую картину. Уже сухая степь и еще цветущие подсолнухи. Логичным продолжением этого прекрасного пейзажа для аграриев станет уборка из-под снега. А это непременно трудовой аврал, непомерные затраты газа на сушку, горючего и буквально уничтожение ресурса, не приспособленных к морозной уборке комбайнов. Есть и альтернатива обмолот весной, когда одна часть семечек после зимовки на корню уже испортилась, а другая осыпалась на землю. Механизатор Сергей Сергеев на практике применяет третий вариант уборки. Приступает к обмолоту кондитерского сорта подсолнечника лакомка и кулундинского оптимального для выжимки масла. Это кулундинец, лакомка-то больше. Ну, вроде как по плану, говорят, мы убираем, устреваем. Идет нормально все, запчасти есть, семечка сухая. А больше нам не сегодня надо. Недавно эти шляпки цвели, сейчас они полностью готовы к уборке. Чтобы ускорить созревание, здесь применили диссикацию. Подсушили растения, опрыскав специальным препаратом. Как известно, листья желтеют, когда накопят себе достаточное количество соли. И она же вытягивает из растений лишнюю воду. Этот агроприем известен еще с 70-х годов, но в нашем климате раньше его практически не применяли. Это вынужденная мера. И мы к этому приему пришли, потому как в связи с изменением климата. Еще 7-8 лет назад у нас в хозяйстве не было ни одной сушилки и не применяли диссикацию. В этом году «Колос» ввел в строй еще более мощную сушилку на 65 тонн зерна в час. На период уборки это один из самых крупных в районе потребителей сжиженного газа. Около 150 тонн. Газ за время с прошлой уборки подорожал на 38-40%, а цены на семечки остались прежними. Поэтому хозяйство, в котором подсолнечник занимает 20% в структуре посевов, ищет, где еще можно сэкономить на себестоимости. Сперва исключили перепродавцов. Стараются все делать самостоятельно. Готовят к запуску комбинат мощностью в 5 тонн жареных семечек в сутки, полностью замкнутого типа. Все, что он будет выпускать, будет выращено, обработано, приготовлено и упаковано в селе Покровка. И к другим новостям. Алтайский мед, похоже, становится резервной валютой. К примеру, в Барнауле на него можно купить новый автомобиль. Вот такое объявление появилось на одном популярном автомобильном портале. Отечественный кроссовер Lada X-Ray стоимостью свыше полумиллиона рублей готовы обменять на 5 тонн свежего алтайского меда. Впрочем, после небольшого торга владелец согласился уступить машину за 4,5 тонны. Алтайский мед в цене, однако переработчики бьют тревогу. 6 октября они встретились, чтобы обсудить проблемы продажи нашего меда в странах таможенного союза. По новым правилам экспорта, вместо предела содержания антибиотиков, в готовом продукте был поставлен ноль. Пчеловоды говорят, добиться такого значения в регионах, где есть обработка посевов и промышленное животноводство, невозможно. Наш мед просто не проходит по антибиотикам, по остаточному шлейфу. Это единое требование как внутри страны, так и за пределами страны. Дело в том, что здесь особой вины пчеловодов нет. Мы просто хотим разобраться, в чем причина появления антибиотиков в меде. С 10 по 13 октября в Москве проходит юбилейная 10 по счету агропромышленная выставка «Золотая осень». На площадке ВДНХ работает делегация агрария в крае. И в рамках главного аграрного форума страны будут подведены итоги Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля, Россия». Министерство страны уже в пятый раз выбирает призеров. Напомню, из нашего региона лауреатами конкурса становились газета «Змеиногорский вестник», обозреватель издания Рубцовского района «Хлебороб Алтая» Галина Шуба и дважды редактор газеты «Новый путь» Поспельхинского района Александр Лапенков. В этот раз второе место в номинации «Развитие фермерства и кооперации» завоевал фильм от создателей программы «Вести Алтай. Агробизнес». В этом списке тоже немало работников аграрного сектора. 27 сентября губернатор края Виктор Томенко вручил государственные и краевые награды жителям края. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени вручили главному технологу компании «Алесь зернопродукт» Юрию Кравчуку и вице-губернатору, курирующему АПК края Александру Лукьянову. Медалью за труды по сельскому хозяйству награжден работник хозяйства Кипринская Андрей Сундеев. Почетное звание заслуженный работник сельского хозяйства России получила доярка из Михайловского района Людмила Колесникова, две работницы СПК «Бурановский» Галина Милаева и Галина Протас. Медаль Алтайского края за заслуги в труде получила доярка из Заринского района Галина Ралдугина. На этом пока все. Желаю вашим семьям здоровья, домам богатства, полям урожая. До новых встреч в эфире! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова